Произведение искусства, на которое следует взглянуть дважды, а то и трижды, с разных сторон, под разным углом и даже в разное время суток. И все равно для лучшего понимания философии, мировоззрения авторов под каждым произведением его подробное описание. Весьма необычные работы представлены в выставочном зале Историко-художественного музея. Знакомьтесь, арт-дуэт «Мастер» и «Катерина». Их творческий подход основан на соединении живописных холстов и трехмерных скульптурных объектов. Такая техника называется ассамбляж. Ассамбляж, техника, в которой мы работаем, она включает в себя практически любые инструменты, любые материалы, которые можно найти, потому что желания наши бывают вне всех границ, хочется делать разные вещи. Мастер и «Катерина». Из первых слогов образуется слово «маска». Этот предмет является основным элементом практически во всех композициях. Маска вылеплена, как правило, из папье-маше и может принадлежать известным литературным, историческим персонажам или мифическим существам. Солнце, птицы, сатиры, даже маска чумного доктора есть. Часто в работах встречается объемная сфера или круг. Выбор этих предметов авторами не случайен, и маска, и сфера в своем культовом значении уходят корнями в глубокую древность, храня, подобно фотографиям, память цивилизаций. Авторы стремятся переосмыслить маску как культурный артефакт, обладающий особыми эстетическими, философскими и сакральными смыслами. В день открытия выставки художники провели для гостей авторскую экскурсию, на которой с удовольствием рассказали о каждой работе. Это масло, это полз, это по бемоше, это по бемоше, это поталь, это акрил, это поталь. Техника такая, золочение, есть такие тоненькие-тоненькие-тоненькие пласты металла, накладываются специальным образом, это даже не просто. Прежде чем прийти к подобному направлению в своем творчестве, участники арт-дуэта «Мастер Экатерина» ездили по разным странам, знакомились с мастерами, изучали техники изготовления, историческую и религиозную подоснову происхождения масок. Потом вышли со своими работами, как они говорят, к людям. Добавим, что они состоят в секции «Новейшие течения» Творческого союза художников России. На счету арт-дуэта «Мастер Экатерина» всероссийские международные выставки и конкурсы. Их произведения находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Хорошо, а что у нас нафиг, птица счастья, думают, что следующий год для нашего музея и для вас, как творческого арт-дуэта, будет еще более интересным, счастливым, творческим, у вас появятся какие-то новые проекты, новые произведения искусства. Время проведения выставки выбрано не случайно. Новогодняя ночь – ночь надежд, чудес, сказок, шумных маскарадов. В этот период на Руси традиционно проходят святки, в которых маска играет значительную роль. Солнце поворачивается с зимы на лето, и световой день сдвигается от тьмы к свету. Рождается спаситель, и мир хаоса сменяется божественной упорядоченностью. Выставка на перекрестке миров будет работать в Историко-художественном музее до 20 января. В новогодние каникулы пройдут интерактивные экскурсии с квестом. Расписание можно найти на сайте музея. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.